Всем привет! Вы на канале ТОПАРМИЯ. В начале 80-х годов в Советском Союзе был разработан уникальный вертолет, который мог бы принести революционные изменения в авиации. Этот проект был огромным вертолетом с впечатляющими характеристиками и необычной конструкцией, который получил название Ми-32. С его массой в 150 тонн он представлял собой тяжелейший вертолет, разработанный в Советском Союзе. Основной целью создания Ми-32 было обеспечить эффективную транспортировку грузов и людей в отдаленные и плохо доступные районы Сибири и Восточного Севера России. Эти области были богаты природными ресурсами, но из-за климатических условий и отсутствия инфраструктуры оставались малоисследованными. К тому же, возможность размещения ядерного оружия в этих местах делала проект еще более важным. В начале 1970-х годов советское правительство начало искать решения для доставки громоздких грузов в эти удаленные регионы. Существующие вертолеты, включая Ми-6 и Ми-10К, не удовлетворяли требованиям перевозки крупногабаритных предметов, таких как строительные материалы и оборудование. В результате инженеры предложили несколько вариантов, включая проект К-22, но в итоге Ми-26 был выбран как решение для этой проблемы. Однако инженерам Милля требовалось нечто более амбициозное и уникальное. Они приступили к разработке вертолета с несколькими несущими винтами, чтобы повысить грузоподъемность и стабильность полета. Из этой идеи родился Ми-32, представляющий собой огромный трехсегментный вертолет, напоминающий треугольник или квадрокоптер. Вертолет состоял из трех сегментов фюзеляжа, каждый из которых имел два двигателя «Прогресс Д-136» и мог перевозить до 55 тонн груза. Размеры Ми-32 были внушительными – 40 на 36 метров. Его кабина размещалась спереди, а экипаж состоял из четырех членов – двух пилотов и двух грузчиков для управления грузовыми кранами. Вертолет был спроектирован так, чтобы поднимать грузы вертикально или в горизонтальном положении для адаптации к разным условиям. Планировалось, что Ми-32 сможет преодолевать расстояние до 1200 километров, что было достаточно для выполнения миссий доставки специальных грузов. Его возможность перевозить ядерное оружие делала его также важным инструментом для военных операций. Тем не менее, изменения в политической обстановке в Советском Союзе в середине 80-х годов привели к прекращению множества проектов, включая и Ми-32. Пересмотр приоритетов и экономические трудности сыграли свою роль, и проект был закрыт. Ми-32 остался уникальным и интересным концептом, но так и не стал реальностью из изменяющихся обстоятельств. Итак, уважаемые зрители канала ТОП-Армия, вот вы только что узнали об удивительном проекте советского вертолета Ми-32, который мог бы изменить лицо авиации Советского Союза. А теперь вопрос к вам. Как вы считаете, была ли бы эта безумная концепция успешной, если бы она дошла до реализации? Какие были бы преимущества и недостатки у такого огромного вертолета? Поделитесь своими мыслями и представлениями о том, как бы это повлияло на историю авиации нашей страны. Я жду ваших комментариев под видео. Ну а на этом выпуски от канала ТОП-Армия не заканчиваются. И чтобы не пропустить следующий выпуск, надо проявить недюжую смекалку и найти кнопку подписки. Ну а если ты еще найдешь и колокольчик, то ты смело можешь себя назвать гением чтения штабных карт. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока-пока.